всем привет вы на канале я рукодельница меня зовут надежда у меня сегодня 14 октября воскресенье и я начинаю снимать свою новую вышивальную неделю сейчас вы видите на своих экранах это дизайн от dimensions который я вышиваю самоподбором по программе кростич сагом называются они старинное рождество если вы еще не знаете и здесь ниточки я подбирала сама из разных палитр вот результат того что у меня сейчас есть вы видите на своих экранах в прошлой неделе я вышивала их четыре дня и за это время мне удалось вышить 1340 крестиков на эту неделю я ставлю в себе в планы вышивать точно также как и на прошлой неделе по 300 крестиков каждый день и я надеюсь что у меня на этой неделе эти игрушки будут вышиваться 7 дней все семь дней если на прошлой неделе я брала с четверга только их вышивать вела в свои процессы то с этой неделе я беру с понедельника и надеюсь в конце этой недели мне удастся вышить не менее двух тысяч 100 крестиков помимо старинного рождества я сегодня еще хочу вышивать свои ирисы и шмель хочется мне уже приступить к моему шмелю и вот здесь у меня уже начались его лапки но мне хочется вышивать вот этим ярким желтым цветом потому что дизайн такой достаточно ну я считаю что бледненькие могли бы быть ирисы и поярче но ничего страшного напомню что это авторская схема варвара лесной вышивала я ее прошлую неделю два дня сейчас у меня растущая луна сегодня как раз 7 лунные сутки и вот пока день или два я продолжу вышивать их пока мне их очень нравится вышивать и конечно вышивая их с огромным удовольствием здесь у меня основа для тех кто еще возможно не знает это мурана 779 цвет если вышивать на муран через две ниточки переплетения то это получается где-то 16 аида да я ну рада тому что у меня получается в принципе здесь вот я уже успела сделать бэк и так хорошо прорисовывается уже все эти листья и листва и сам лист ириса хотелось бы конечно наверное поярче но об этом я говорю в каждом своем видео но это такой дизайн здесь в работе участвует 50 чистых цветов 50 значков и плюс еще 30 блендов из них еще раз всем привет у меня сегодня 16 октября вторник я отвела своего маленького в садик и сейчас буду проводить операцию я буду впервые красить основу для вышивки у меня есть вот такие краски декола них я покупала еще по моему в прошлом году ну вот они у меня наверное год уже отлежали вот ими я буду пробовать на всякий случай я себя фикс прайсе купила вот такой еще поливизатор возможно мне тоже пригодится для распрыскивания краски также я приготовила две такие пиалочки с водой я их наполнила и те кто смотрел мое прошлое видео влоговое те видели что я распарывала вышивку вот на этих двух кусочках и как раз вот с этой целью я это и делала вы можете видеть что у меня остались следы от маркера здесь не знаю закраситься они или нет на камеру вам не очень хорошо видно почему-то вообще либо засвечено получается либо все темно но поверьте мне они здесь есть причем я делала все правильно окунала в холодную воду меня я как-то упоминал о том что у меня остались на одной из моей вышивки вот такие следы меня спрашивали в холодной ли воде я это делала до девочки я делаю это все в холодной воде и оставляла на 20-30 минут причем когда я вынула из холодной воды прежде чем постирать их мне казалось что у меня вот этих следов не осталось не знаю возможно это какое-то действие уже потом от порошка и теплой воды там вода у меня была теплая не горячая но до того как я еще стала утюжить эти два кусочка я обнаружила вот эти пятна то есть у меня здесь был fast 32 каунта здесь у меня по краю немного было вот нарисована отметка именно цифры стояли а вот это линда линда от гаммы здесь у меня были разметка именно клеточками шла ну посмотрим не знаю в принципе получится ли у меня вообще покрасить эти основы возможно вообще просто возьму и выкину стол я свой защитила так не фокусируется свой стол я защитила пищевой пленкой вот такой можете видеть здесь немного возможно будет приковать ну и так же я вот еще подготовила такую катушечку для чего я вам сейчас все покажу так немного я здесь разгребла на столе на своем для чего я буду использовать эти нитки мне хочется сделать некоторые эффекты на ткани поэтому я сейчас буду вот такими узелочками перевязывать в некоторых местах эти мои ткани давайте попробуем это сделать вместе таким способом меня учили красить когда-то в мои былые студенческие времена ткани но не именно ткани для вышивки ну а просто ткани даже мы красили вязаную сетку крючком кружева какие-то и вот таким вот методом можно закручиваем ткань по-разному можно добиться интересных эффектов связала я вот такие вот как назвать их узелочки из ткани ниточками как раз для этого там мне было и надо и второй вариант это вот был fast вот такой мне нужен просто эффект свечения посмотрим как получится о перчатки в студию я уже определилась с цветом кусочек белфос я буду красить вот в такой цвет цвет морской волны и планирую его в дальнейшем использовать для русалочки но если конечно это мне все понравится если не понравится вы девочки даже это видео и не увидите здесь есть в этой краске эффект перламутра не знаю насколько вот вам видно в принципе не знаю останется ли эта краска вот этот эффект перламутровости на ткани после стирки буду использовать такую ложку сейчас посмотрим будем растворять что получится в воде будет ли она вообще растворяться ну что краску я растворила не знаю надеюсь мне хватит такой консистенции и вообще вот этого всего мне хватит на большой кусочек я здесь не устрою потоп на краске написано что есть специальный разбавитель этой краски но она эта краска предназначена для росписи не знаю что сейчас получится я видела что такими красками красят вот именно основу для вышивки слушать так красиво видны вот эти перламутровые отблески не знаю вам видно или не видно и цвет вам совершенно не передается сейчас я отложу ложечку надеюсь у меня не получится здесь потоп опускаем для покраски второго кусочка я использовать решила вот такие коричневые краски и золотистые и золотой тоже он с таким вот перламутровым эффектом как и мой бирюзовый цвет морской волны бирюза не знаю как он ну да она и скорее всего цвет морской волны не бирюза и вот такая вот золотая краска золотой я наверное скорее всего использую для того чтобы получить вот этот эффект такого складках как вот золото ложится не знаю как получится не получится как патины что ли растворила я уже краски у меня получилось вам не видно камеру совершенно ничего не передается откладываем ложку и окунаем мой кусочек вот кстати я вот смотрю на перчатках золотистой краской мне хочется вот сделать вот так пожамкать будто бы мало воды кстати испачкался уже сбоку и давайте пожамкаем раз хочется убрала я немного здесь застала уже лишнее здесь была такая грязюка и еще хочу сказать вот сейчас у меня в таком состоянии находятся мои ткани я еще добавила вниз с краски дополнительно и в этот цвет и в этот сюда коричневый сюда бирюзовый что я говорю бирюзовый это цвет морской волны но вам передается более таким да вам передается бирюзовым на самом деле цвет морской волны мне хочется чтобы было там более насыщенный эффект снизу поэтому я сделала так еще хочу рискнуть сейчас все это поставить микроволновку подогреть сначала буду рисковать линдой от гамма а потом белфастом хочу вам показать результаты моего эксперимента с покрашиванием основы вот посмотрите что получается к сожалению в камеру все не входит я и так поставил сегодня штатив выше нежели обычно вот что получилось это одна страна и вот вторая сторона я включила вспышку думала что возможно будет виден блеск но на самом деле блеска осталось на этом на этой ткани так-то и много забыла я сказать что добавляла соль еще в краску и также добавляла соль тогда когда стирала эту основу для того чтобы закрепить цвет что когда я стирала эти кусочки у меня сходила краска особенно вот с этой голубой сходила достаточно много и даже вот с последним полосканием я добавляла еще хочу сказать что я добавляла порошок когда стирала хотелось мне по максимуму вымыть краску отсюда лишнюю и все время вода была такого голубого цвета бирюзовым поэтому я не знаю насколько мне удалось до конца все это вымыть что я делаю когда я стирала после того как я достала эти два кусочка из краски я стала закреплять все это утюгом не полоская закрепила это утюгом высушила два кусочка вот этот и еще второй как не его вам показать вот второй но здесь как-то меньше видно эффектов потому что блеск я уже сказала что вынулся а здесь в основном эффекты все были за счет блеска на этом кусочке но я вам сами видели я вам показывал как я все это жамкала и ну это у меня здесь напомню это у меня белфаст вот этот вот цвет морской волны а вот этот кусочек это кусочек линда от гаммы тоже вот одна сторона и вторая сторона изначально когда я постирала не вполаскивала блеска было очень много и было красиво мне понравилось мне даже было жалко стирать вот эта основа как бы у меня рассчитана под русалочек возможно я вам сейчас покажу и знаю с какой страны вообще буду вышивать с этой или с этой сама еще не могу определиться да кстати при электрическом свете немного здесь есть блеск поблескивает особенно по моему вот с этой стороны она у меня как бы была лицевая я сюда наносила здесь он немного так мерцает при вечернем освещение цвет вам кстати мне кажется сейчас хорошо передается может быть чуть ярче нежели он есть на самом деле так сейчас я попробую показать тех русалочек которые я планировала вышивать вот они не знаю насколько у меня это получится как мне понравится будет ли хорошо смотреться ниточки на этой основе и опять же если я буду вышивать этих русалок здесь то мне необходимо чтобы вот этот эффект как бы свечения отсюда он выходит то он должен быть вот здесь вот в этом месте по моему предположению поэтому надо будет рассчитать и посмотреть как это получится хорошо ли это будет смотреться также мне кажется здесь хорошо бы смотрелась русалка с жемчугом ну тогда наверное скорее всего вот на этой стороне как бы вот здесь она будет ее голова вот этот жемчуг который и сюда вот уходить хвост тоже будет хорошо смотреться также мне кажется что на этой основе если вот так ее перевернуть наоборот будет хорошо смотреться русалка афродита то есть здесь ракушка и сюда вот дальше вся остальная русалочка будет уходить 18 ноября четверг и давайте покажу что мне удалось вышить на моих ирисах вот посмотрите пожалуйста мне кажется что сейчас вот после того как я вышила вот этого шмеля как сделала в некоторых местах бэкстич и начала вышивать вот светлыми нитками вот эти лепесточки ириса верхние которые светлые то мне кажется вот эта часть стала более яркой и она мне уже нравится больше да на самом деле вышивала я три дня ириса был один день во вторник у меня перерыв который я вышивала другой свой проект который покажу вам чуть позже сейчас у меня есть такое желание да вышить вот весь вот этот цветок а потом отложить уже работу думаю что там уже сейчас еще последние дни растущей луны а потом уже луна будет пойдет на уголь а я еще раз повторюсь что я вышиваю этот проект на на растущую луну ну и для отчета в сп авторские истории было бы наверное логично на картинке смотрелось на фото отчете когда был вот этот цветок уже весь вышит было бы наверное интереснее хотела я еще сделать бэкстич вот здесь вот но я понимаю что здесь бэкстичи не так уж и много и все вот эти элементы листочки лепесточки пчелка сама они крупные по размеру и знаете вот чтобы сделать допустим бэкстич на пчелке мне необходимо чтобы вот здесь вот было вокруг зашито то есть еще как бы недостаточно выше что у меня на моей работе для того чтобы сделать бэкстич потому что я вот сделал вот на этой части бэк и сейчас у меня ниточка черную я вывела на изнаночную сторону она у меня там то есть у меня она лишняя осталась мне сюда было некуда идти это я сейчас вот здесь вот зашила здесь можно в принципе сделать бэкстич а так знаете разогнаться негде а я люблю если сесть то делать бэкстич не так по одной там ниточки а чтобы сесть прям конкретно и заняться бэкстичем хотя вот в этой части в принципе есть уже что повышевать но не знаю сейчас у меня есть большое желание вышить вот этот цветок до конца ну и потом возможно если у меня еще останется время на него и желание то я продолжу вышивать бэкстич еще так ну и что давайте я вам покажу на что же я отвлекалась и вышивала во вторник целый день да это игрушки от Dimension старинное Рождество во вторник я села и как всегда хотела утром вышить на этой моей игрушке 300 крестиков но не смогла себя остановить но и решила просто даже не останавливать если хочется вышивать то надо вышивать потому что сама понимаю что у меня этот проект идет тяжело и раз появился азарт то мне хотелось вышить сейчас я уже вышила 1700 крестиков от нормы на месяц поставлены мною в 2100 крестиков и здесь совсем чуть-чуть осталось вышить один значок у меня серым цветом это крестик да и носик еще у голубя а все остальное здесь вот немного как и вот в этих игрушках это полу фон там получается полу крестики в фоне и немного наверное крестиков и бэкстич если здесь будет больше чем 400 крестиков то все равно я до конца недели все равно доделаю ее но если это будет меньше чем 2100 то перейду на последнюю шестую игрушку ну вот так получается хорошо продвигается я в принципе собой довольна продвижение заметны и желание вышивать есть все таки я думал что она у меня совсем пропала но нет я была не права так и еще кое-что я не показала сейчас покажу эти игрушки вообще мне хотелось бы довышать все в этом году у меня еще один наборчик думаю что кто смотрит мой канал об этом знают и я два вечера по несколько ниточек вышивала вот вы можете видеть зеленым цветом отмечено это как раз то что я вышила вот в этой части вот здесь вот вышивается легко и эта игрушка она самая легкая вот из тех трех динозавриков что у меня есть ну так вот потихонечку потихонечку вышиваю хотя конечно мне хочется сесть и вышить прям сразу ее всю эту часть возможно я еще покажу в своем видео как вырезать по контуру эту заготовку ну хотя знаете стоит ли вообще это делать я хочу это сделать лишь только потому что у меня спрашивали зрители как это делается я могу вам показать что вот на схеме если у меня не получится показать наглядно как я это делаю то на схеме есть вот такой вот контур и вот по пластиковой конве вот по этому контуру вырезается все это дело мне кажется это совсем не сложно я не думала что с этим могут возникнуть какие-то проблемы мне кажется здесь все гораздо ну так достаточно просто не знаю ну возможно если у у меня хватит места вот по этим клеточкам просто вот вы срезаете по контуру вот так вот ступеньками я немного эти ступеньки сглаживаю во всяком случае в своем предыдущем динозаврике я сглаживала посмотрите какие ровные крестики здесь получаются ну и вообще нитки пнк они ровно ложатся в крестики но вышивать я ими не люблю ложатся они красиво это не значит что я не люблю отечественного производителя у нас многие все как-то понимают превратно скажешь одно и что-то где-то между строк между фраз стараются найти нет ниточки пнк хорошие достаточно просто меня не устраивает они у меня нормально ложатся в крестики здесь короткая нарезка и они в принципе не перетираются нормально канва пластиковая вот здесь вот такая полупрозрачная на ней если вот я вышиваю в основном когда уже ложусь спать то есть в ночное время и со светильником бывает не очень хорошо видно но если при дневном свете я вышивала вот здесь вот сидя на своей лоджии то вышивается достаточно все легко и просто но у меня как бы зрение у меня хорошее но все пойду вышивать и еще будет включение я вам покажу что же я на вышивала еще раз всем привет у меня сегодня 21 октября воскресенье и сегодня начинается моя новая вышивальная неделя но прежде чем я начну снимать они видео я хочу вам показать результаты того что мне удалось вышить на прошлой моей вышивальной недели и подвести некие итоги сейчас вы видите ирисы не получилось у меня дошить вот этот вот лепесточек у цветка ириса хотя хотелось очень хотелось но не смогла не смогла ну и так считаю что достаточно хорошо мне удалось вышить за вот эти дни мои ирисы к тому же я начала их еще вышивать на моей прошлой вышивальной неделе хорошо я их продвинула вообще в этом месяце сегодня я их отложу буду уже брать другую работу потому что заметила что моя скорость вышивальная стала снижаться и когда она снижается значит мне работа начинает надо едать и я ее откладываю за эту неделю мне удалось вышить 4621 крестик на этой работе и сейчас у меня вышло всего 31,73 процента да такие точные данные потому что я вышиваю по программе кростич сага вот еще раз вам покажу я знаю что многим интересен этот процесс и посмотрите на самом деле вот картинка она наверное как вы сейчас видите в кадре потому что порой бывает что я снимаю так что у меня получается как-то засвечено но все равно да хотелось бы поярче ирисы но нормально нормально я сейчас просто смотрю отшивы у светы абакаровой и видела господи лариса карташова купила эти схемы она по моему кузнецова я тоже хочу прикупить ирисы эти они просто шикарно давайте дальше продолжим не будем мне кажется я уже так на этой неделе их много показывал эти ирисы покажу вам еще мое старинное рождество от дименшенс вернее это у меня самоподбор так сейчас выглядит завершила я пятую игрушку здесь у меня все вышито помимо бэкстича бэкстич уже сюда не входит норму по этим игрушкам на поставленную мною лично на эту неделю я выполнила оставила я себе в планы две тысячи сто крестиков сейчас пытаюсь найти сколько я вышила вышила чуть больше две тысячи сто восемьдесят семь крестиков и сейчас у меня вышито практически семьдесят семь процентов от всей работы и еще одна моя миниатюрка вот это птеродактиль от жар птицы думала что он мне удастся завершить его на этой неделе но нет нет переоценила как всегда себя либо недооценила масштабы работы вот что у меня вышито на данный момент и я себе тоже так кругом почти подсчетом вот глядя на эту схемку поставила 500 крестиков что у меня вышито здесь 500 крестиков да не считала я конкретно сколько просто глядя и прикинув сколько здесь там объединив какие-то участки сколько квадратов и решила пусть это будет цифра 500 крестиков и что по итогу подводя итоги прошедших недели я хочу сказать что у меня за всю неделю вышито семь тысяч триста восемь крестиков и средняя скорость 1044 крестика на прошлой неделе было 913 крестиков я собой довольно хотя у меня были дни и не вышивальные мало вышивальные так скажем да все это было но я рада своим результатом своим успехом хорошо что у меня еще есть время на вышивку возможно я выйду скоро на работу и у меня этого времени будет гораздо гораздо меньше но не знаю посмотрим так еще хотела я затронуть одну такую тему злободневную на рукодельном youtube вышивальным youtube это тема ненормативной лексики я сейчас немного волнуюсь потому что ну я считаю что это неприемлемо слава богу я вообще не смотрел этот прямой эфир и я сейчас понимаю что все таки о котором говорят я его и так и не пересмотрела хотя думала когда стала смотреть видео девочек и вот это стало распространяться дальше об этом стали говорить уже те блогеры которых я смотрю и слушаю нет стало просто неприятно думаю надо зайти посмотреть что там было но потом все таки думаю зачем тебе это надо и зачем тратить на это время отдельного видео поэтому у меня не будет я просто не хочу развивать эту тему дальше на вышивальном youtube я никого не боюсь и ну не хочу вот и все я не знаю куда мы катимся с каждым годом становится все хуже и хуже происходит какая-то деградация есть до другие каналы не вышивальные пожалуйста подписывайтесь смотрите я конечно слышала версию что девочки хотели выразить свое мнение что хотим то и делаем на своих каналах до что хотим но в рамках приличия я так считаю не надо опускаться до уровня тех подписчиков которые там возможно делают какие-то г но знаете таким способом куря на экране распивая спиртные напитки ругаясь матом мы можем докатиться до того что мы залезем на пальму и начнем спариваться да я знаю что я грубо привела пример но извините меня пожалуйста это мое мнение ну все на этом все спасибо вам за внимание и пока пока до новых встреч